Расскажу коротенько про нож Нура 3.5 дизайна Дмитрия Семкевича, нашего замечательного минского мастера. Почему нашего? Потому что любой советский человек – это наш мастер. Этот нож сделан компанией Кершо из очень недорогих материалов. Это недорогой флиппер, но очень дорогого дизайна. Хитрая стальная рукоять с хитрыми выточками, переставляемая клипса, полностью нудист, без всяких лишних плашек, металл, металл, только металл. И, соответственно, флип на подшипнике. Отдельно расскажу новую историю с флиппами. Вот таким вот образом, как всегда, флиперы в последнее время открываться отказываются. И Нура – первый такой замеченный мной ножик. Оказывается, сейчас флипы все открываются. Вот нажатие в таком векторе. Вот так. Вот так вот нож флиппует неохотно. Как бы резко я не дрыгал пальцем, он отказывается открываться. Первый раз получилось. А нормальный флип сейчас выглядит так. Нажимаем полностью перпендикулярно рукояти вот на этот шпенек, и нож выстреливает с хорошим громким щелчком. Вот эта насечка сделана не для того, чтобы дрыгать пальцем здесь. Она сделана для того, чтобы четко упираться в этот флип в открытом положении. Несмотря на подшипник, конструктив сделан так, что только при нажатии нож выстреливает так, как должен. Нож собирается в Китае, имеет хороший рез, замечательную геометрию, и несколько хитрых моментов, как подшипник, тот же самый флип, и чертовски хитрое темлячное отверстие. Купите, сами все увидите. Хитрость темлячного отверстия этого ножа в том, что нож имеет специальную бунку, вот здесь вот, в самой-самой желке. И паракорд продевается. Ммм, какая вкусная штука. Именно вот так вот. На камеру это тяжело сделать. Темлячное отверстие этого ножа нельзя назвать отверстием, потому что темляк держится на специальной бунке, которая сидит в специальной алюминиевой заглушке. Темляк этому ножу можно и нужно прикручивать, хотя он и так спрятан. Нож интересный, хорошего дизайна, недорогой цены и чертовски приятной геометрии. Легкий, надежный, интересный. Я бы себе такой точно взял. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok